всем вам зрителям пламенный привет сегодня буду тестировать две новинки от мак это профессиональная косметика и расскажу вам страшную историю что я подумала когда получила пиар-рассылку и так наконец-то мне привез курьер посылочку с новинками от мак для меня это всегда крайне радостный момент я начала открывать пакет при этом пакет был очень тяжелый я просто сигала до потолка с мыслями о том наконец-то мне прислали всю линейку мак что же вы думаете когда я начала там ковыряться я достала реальную пиццерезку которая подписана мак то есть это не какая-то фейковая приблуда для кухни глаза мне были вот такие а где моя косметика самом деле это такой прикол потому что мак представляет свою новую подводку которая по форме аппликатора очень сильно похожи на классическую пиццерезку для кухни у меня появилась вот такая вот подводочка которая достаточно интересно выглядит и она имеет абсолютно необычный аппликатор реально фоков как бы виде пиццерезки общем здесь палочка и на конце катающийся круглый шок я еще не пользовалась ни разу и отставила этот сенсационный момент для того чтобы сделать вместе с вами что касается упаковки здесь вся подводка достается из колпачка у которого ограничитель сделан не знаю с какими-то короче мне это очень сильно напоминать на самом деле ершик для унитаза один в один только вы красите линию пиццерезкой а вставляйте его в держатель для ершика то есть вы там вот все щетинки так организованы чтобы снимать лишнее с кругляшка и вы не ставили себе кляксу на глаз и буду делиться с вами прям в прямом эфире впечатлениями насколько у меня получается это сделать и насколько она удобна первое что скажу конечно к не надо приноравливаться потому что у нее довольно обманчивая толщина кончик у нее очень тоненький сплющины основание толще хвостик у меня допустим получилось сделать просто восхитительно тонкий невесомый и у нее явно есть очень крутая гибкость именно в толщине линии в целом у меня хватило едино кратного обмакивания для того чтобы сделать прям стрелку что я могу сказать по процессу нанесения к этой подводки нужно привыкнуть почему не совершенно другое распределение средства по аппликатору и он как-то иначе отдается чем в обычной кисточке потому что я делаю привычные движения как я уже давным-давно приноровилась какой-нибудь кисточке или подводки фломастера здесь это не работает колесико она тоненькая возле внешней части краю толщается к середине поэтому небольшой наклон он может варьировать как бы толщину долине в то же время вы можете но привыкнув что с фломастера в принципе ничего не меняется когда вы его вот так вертите далее не остается грубо говоря одинаково здесь вы чуть-чуть поворачивать руку это пиццерезка уже не своей самой тонкой частью вам рисует линию да а переходит ближе к основанию а там толще линия резко начинает утолщаться по самой линии очень круто матово и очень густая черная как бархат над как матовая помада нежно аккуратно контрастно смотрится и в каких-то более бюджетных подводках я встречала перламутровый перелив потому как она застывает на делает это очень быстро поэтому корректировать нужно прям сразу теперь рассмотрим тушь это тоже новинка и фишка и в том что здесь две щеточки 1 для верхних ресниц и 2 для нижних для верхних ресниц вот такая вот мохнатая довольно габаритная кстати классическая щетиниста не пластиковая и для нижних вот этот красный колпачок откручивается и здесь такая вот манипуська знаете у нее щетинки короткие и жесткие вот прям ёршик ёршик но мне обычно нравится силиконовые всякие пластиковые именно за то что у них твердые щетинки они классно разделяют ресницы так вот здесь несмотря на то что это не пластик явно но они прям знаете аж вот хрустят то есть я прям слышу как реально мне ресницы рассыпаются как будто кто-то ест рядом сухарики что еще бросается в глаза здесь практически нет ограничителя то есть вот он как минимум не тоньше чем толщина щетки а посмотрите она у основания какая толстенная она туда свободно входит как карандаш стакан а щеточка на счет тоньше то есть это дело здесь свободно гуляет и того на щетке остается максимальное количество туши но благодаря жестким щетинкам они не класятся на ресницы а как бы наносится и тут же частично снимается но супер нанеслось я ни одного разочка не поправляла сыпавшиеся комки мне такая проблема обычно есть у меня ресницы трамплины и они постоянно отфутболиваю от короче принцип вентилятора часть того что на них попадает а вам отправляется обратно ресницы они чуть-чуть сливаются с подводкой да но я могу сказать что они довольно лохматые разделенные сейчас вам попробую максимальный угол обзора обеспечить теперь нижние ресницы если честно я всегда была уверена что это блажь какая-то да вот когда нечем заняться надо придумать себе какую-то развлекуху сейчас посмотрим насколько я ошибалась потому что я привыкла огромными щетками красить нижние ресницы войти наблюдать насколько это дело облегчит задачу на очень гибкая и каждый раз я прям слышу как она пружинит этом пыль она такая миниатюрно она прям отдельно каждую каждую ресничку может прокрасить и конечно с точки зрения ювелирности ей красить классно с точки зрения темпов это заморочно на покрывает одновременно где-то треть ресницы плюс еще требует нескольких проходок и давайте для чистоты эксперимента второй глаз я прокрашу основной щеточкой вот этой в общем вот эта щетка справилась в 5 раз быстрее особо не видно вы видите что вот этот глаз как-то сильно отличается но нет если присматриваться то здесь меньше туши потому что одна малюсенькая щетка она конечно много на себя не наберется то есть она также мало отдает но они прокрашиваются более аккуратно но по большому счету вполне вот эта щеточка тоже справляется круто теперь давайте посмотрим что от нее останется спустя несколько часов ну что девочки мальчики уже вечер темнота за окном все равно не видно и я сейчас буду анализировать что осталось на глазах если кратко то осталось практически все более того у меня видно что немного уже лоснятся веки я в течение дня их старалась ну как бы чуть-чуть промакивать потому что если у вас плывет косметика из-за жирной кожи и выделившегося кожного сала то это только ваш косяк любая косметика самая стойкая растворяется маслом всегда насколько вам видно подводка не отпечаталась вообще то есть нет никакой кученьких следов навеки это радует из выводов да вообще надо сказать что мне очень тяжело оставаться беспристрастным потому что я заметила когда ты держишь в руках какой-то продукт небюджетный ты ему уже даешь несколько баллов вперед типа раз он столько стоит значит над его разработкой старались специалисты высоченного класса и гораздо проще придираться к бюджетным продуктам но самое наглядное и в числе то что позволяет избежать предвзятости это собственно и результат если подытожить то уж мне понравилось в первую очередь из-за того как она проявляет себя в течение дня потому что надо быть честно какие-то лохматые паучьи лапки ресницы накладные ла-ла-ла это ну не совсем какой-то эксклюзивные продукты такие варианты есть даже очень бюджетной косметики и вполне можно купить тушь которая дает пушистые длинные густые ресницы и стоит 200 300 рублей другой вопрос как она будет себя проявлять течение дня вот это уже найти гораздо сложнее чтобы она не отпечаталась не размазывалась и здесь могу сказать что вот это себя проявила классно нет прям супер вау знаете в один слой все я не смогла поднять веки потому что ресницы стали тяжелые большие здесь они выражены но без фанатиста и главная фишка это все-таки порядочность и надежность этой туши в течение дня и что касается в подводке тут знаете мне кажется такой вариант что надо пробовать самим обязательно дайте знать если вам нравится не скучные обзоры всех целую и всем пока